Привет, ребята! Здорово, девчата! С вами Анатолий! Вы сейчас бомбу увидите! Вы такого вряд ли где видели! Машина, газель, и торчит труба из неё! Котик! Божечки, какая милота! ПОВ-57, армейская буржуйка! Класс! Это бак, если я не ошибаюсь? Нет, чтобы сразу не улетал. Для чего? Чтобы сразу огонь в руку не улетал, где огонь держал. А там внутри что-нибудь накручено? Там просто. Спираль есть, да? Да, внутри вот этой вот штуки. Да, да, да. Чтобы сразу не улетал, чтобы тепло не уходило. То есть, чтобы тепло не уходило, вот так вот сделано? Да. Позвольте. Вау! Котик! Так. Ну, состояние... Так. Ну, там, по-моему, что-то лежит, набито. Эх! Ну, конечно, стою. Как открывается. Во! Вот! Слушай, а топишь дровами, судя по всему, коротенькими. Ну, их можно и углем топить. Скажи, пожалуйста, она же у тебя вообще не утеплена. Тут кругом стекла. И что, можно ночевать с ней? Ночую же. А так, на рыбалку, что ли, на ней ездишь? Нет. А зачем машина вот такая вот утепленная? Зачем она тебе? Я здесь живу, получается, с утками нахожусь. Растопил мне тепло, тут жара. Хоть в маленьких трусах ходить. А скажи, пожалуйста, она давно у тебя вот работает? Ну, третий год уже. Третий год. Ну, состояние, видите, смотрите, тут есть какая-то интересная дверца. А ее посмотреть можно, что там внутри? Я не знаю, она не оттрогалась, не надо. А ты это сам делал или это купил? Кто-то делает такое? Это начальник у тебя сделал сам. Ух. Слушай, вообще класс. Только жалко, что не открывается. Так, все немножко пошатывается, но пошатывается там. Конденсат не течет с нее? Бежит. Бежит. И эти потеки вот есть. Ага. Так сделано, неровно, не аккуратно. А тяга есть? Нормально? Не дымит она? Тяга хорошая вообще. А сколько тебе хватает вот одна, вот допустим, ночь, сколько раз в ночь ты ее топишь? Один раз. Один раз и там часов на 8-9 хватает тепла? Да. Блин, однако. Она пока топится, вообще жарко. Остывать начинает, то есть 3-4 часа держит тепло. Да, интересно. Конструкция прямо, вот интересно и жалко, что туда заглянуть ну никак. Ну ты точно уверен, что там внутри... Там типа улитки такая идешь, чтоб сразу не вылетала в трубу огонь. А здесь вот задерживалась, она типа как обогреватель идет. А скажи, пожалуйста, вы ее чистили с нее, там нету нагара, то есть вот этого коксования, тяга нормальная. Но вот это скорее всего прочесная дверца, как мне кажется. Ну может быть, ее ни разу не отнимала. Да, за три года ни разу. Слушай, спасибо огромное. Блин, это... Слушай, это еще вообще со старых армейских складов, судя вот по маркировке. А? Это еще со СССРовских складов, судя по маркировке. Это не новое. А? Да, очень интересно. Я это нашел, он только вот другую сделал, а это вот было. Не, ничего не подгорало. Ну, единственный какой я тебе могу совет дать, видишь, вот здесь вот дырка здоровая. Очень быстро через нее слишком большая тяга идет. Люди делают как? Срывает. Да, берут лист оцинковки вот так вот, и с другой стороны лист оцинковки. Посередине винт с гайкой, и делают тягу меньше. То есть, щелочка маленькая тогда становится, это подбирается все. А так что? Ну, респект уважуха начальнику. А чем начальник-то занимается, что такую печку сделала? Держу продает, сбок держит. Понятно. Фермен, короче. Фермен. Ну, респект ему уважуха. Спасибо огромное. Котик тоже клевой. Не знаю, он не убежал тут? Понятно. Спасибо, удача. Вообще офигенчик. Ребята, офигенчик. Там прям вообще без этого самого, без зонта. Бомба. Реально бомба. Бомбовая машина. И все главное бюджетное. Прямо класс. Удача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова